В этом году аномально тёплая погода для Колымского ноября. Несколько дней столбик термометра держался на нулевой температуре и не опускался ниже 10 градусов, а на прошлой неделе несколько дней шёл дождь. Такой неплохой ноябрьский дождь. Подобные климатические перепады могут пагубно сказаться не только на людях. Как указывают охотоведы, это приводит к некоему негодованию и животный мир, в частности, медведей. Ведь именно в этот период они должны готовиться ко сну. Легли ли в спячку хозяева тайги? Планируют ли они это сделать в ближайшее время? И сказалось ли на их планах аномально тёплая погода? Вечернему Магадану рассказал главный редактор русского охотничьего журнала, писатель, журналист, охотовед и просто человек, который знает всё о медведях, а они о нём Михаил Кречмар. Значит, смотрите, вообще медведи ложатся спать тогда, когда наступает устойчивый минус и выпадает первый снег. Первый устойчивый снег, который уже не тает. Вот. В это время они уходят на берлоги. Я вот не помню, я приезжал в начале ноября к вам. Устойчивый минус у вас, конечно, уже был. Я просто не уверен, что он долго продержался. То есть, если он продержался дней 10, то я думаю, что все легли. Если был небольшой промежуток между устойчивым минусом и оттепельё, то, в общем-то, какая-то часть медведей осталась гулять. Надо быть очень внимательным, смотреть, что происходит на окраинах посёлков, особенно возле помоек. Не появляются ли следы. Потому что именно в это время медведи могут быть наиболее опасны. Они лишены привычных видов корма и, в общем-то, возможное нападение. Устойчивый минус – это и минус 5 градусов. Если медведь уснул при устойчивом минусе, то внезапная оттепель его уже не разбудит. Спать он будет до весны. Даже если остались те, кто не уснул, то у них ещё есть шансы залечь в спячку. Поэтому сейчас их называть шатунами ещё рано. Шатунами они станут примерно в начале декабря. Но если аномально тёплая погода продлится до конца декабря, то медведи могут и вовсе не залечь в спячку. Тогда либо они умрут голодной смертью, либо их перебьют братья-двуногие.